Всем привет! Продолжаем гулять по улицам моего городка Санкт-Петербург, называется город Гороховый 14. Пользуюсь данными сайта CityWalls из интернета и ссылкой на книгу Ларисы Бройдман «Гороховая улица». В 1745 году Антон Шмидт заложил иноземцу Фердинанда Фогеля, свой двор, состоящий на Адмиралтейской стороне, в Большой морской улице на углу средней перспективы. Соседом своим он указывает стропильного мастера Ехта. Использовался дом не только для жительства своих владельцев, но и для задачи в наем. В 1750 году в доме Шмидта были сняты три покоя и сени, в которых построили стол длиной в тресажине. Охтинские резчики под руководством мастера Якоба Лоренцо и под наблюдением архитектора Растрели начали создавать здесь модель Смольного монастыря. Кстати, он хранится в Музее Академии Художеств сейчас. В 1758 году под домом Шмидта был винный погреб купца Карла Шлиттер, а после него Иоганна Нагеля. А в доме жили швейцарские купцы Вейнах и Варней, в которых можно было купить две заморские четырехместные кареты, да одну двухместную, так написано. В 1779 году владельцем двора были внуки Антона Шмидта, сына Франца Андрей, студент коллегии иностранных дел и его сестра Мария, жена консулента коллегии лифлянских и истлянских дел Кристиана Вилкинса. В 1785 году в ведомости записавшихся в петербургское купечество занесены Гаврил Иванович Таиров и его сыновья Игнат и Лука. В начале 1800-х годов Гаврила Таиров приобрел двор Шмидт. В 1812 на здание по Большой Морской улице был надстроен третий этаж. Позднее здесь открылось первое в городе справочное место, где можно было дать объявление о нами квартиры, продаже имущества, ну и так далее. Давали справки по слову закона, помогали найти двор. В 1820-е годы дом на Гороховой надстроили двумя этажами. На фасаде появилось во втором этаже балкон в центре и два по сторонам. В 1824 году здесь жил губернский секретарь Доминика Скотти Дементи Карлович. Исторический живописец декора. В Россию приехал вместе с отцом Карла Скотти и братом Джованни Батиста. Его отец был первым учителем. Вместе с братом Доминика участвовал в создании декоративных росписей в Зимнем Тавричество Михайловском дворцах и в особняках купеческой знати. Создал серию рисунков, изображавших эпизоды Отечественной войны 1812 года. Умер в 1825 году. Следующим владельцем дома 1830-х годов был представитель купеческой семьи Жадимиров. Списался здесь Алексей Петрович Жадимировский. Он имел троих сыновей, Егора Ивана и Петра. Петру Алексеевичу как раз и принадлежал этот дом. В доме Жадимировского размещалась центральная геомбатическая аптека Бахмана. Снимал здесь помещение дамский портной и корсетмастер Зегер. Дом Жадимировского связан с именем Пушкина. Традиционно считалось, что Пушкин снимал квартиру по Большой Морской. Но только недавно было установлено, что Пушкин снимал квартиру в корпусе Погороховой. В декабре 1832 года он снял квартиру из 12 комнат в верхнем этаже с кухней и службами сроком на год. Пушкин здесь жил с женой и дочерью Марии, родившейся в мае 1832 года. Наработал над повестью Дубров, начал писать капитанскую дочку. В это время в армонахе новоселье появилась поэма «Доме в Коломне» и вышло свет первое полное издание Евгения Ании. Вот что он писал своему другу на щекину. «Жизнь моя в Петербурге не то не сё, забота о жизни мешает мне скучать. Но нет у меня досуга вольной холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моле, всё требует денег. Деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения». В 1833 году перевез свою семью на дачу Пушкин, оставил квартиру, которую больше уже не вернул. Жадимировский до ноября не сумел сдать квартиру и придавил Пушкину иск на 1643 рубля 33,5 копейки. Терп затянулась несколько лет и закончилась только после смерти поэма. В 1844 году Жадимировский умер. Владелицей дома стала его вдова Екзавета Степановна, тремя дочерьми и сыном Алексея. В доме Жадимировских снимали помещение ламповый мастер Бах. Скорняк и владелец мехового магазина Бергштейн. Здесь была мастерская хирургических инструментов Багрина. В 1860-70-х годах дом принадлежал брату известного ботаника, академика Воронина, действительному статскому советнику Александру Степановичу Воронину. В 1868 году архитектор Гедеке перестроил дом. Курив оба корпуса был занятым магазинами и рестораном. Ресторан и гостиница купца Васильева во втором этаже занимала 21 комнату, 22 окна на Горохово, 15 водового. По три квартиры занимали мастерская и квартира бариантовых дел мастера Тиландера и золотых дел мастера Шуберта. Магазин швейных машинок содержал господин Фидлер. С Гороховой улицы был вход в граверную мастерскую Лейденблюма, цветочный магазин Эйлерса, стекольный магазин купца второй гильдии Некрасова. Ну и была здесь портерная лава. Воронин не смог выплатить долг кредитному обществу и в 1875 году дом должника Воронина выкупил Доминик Яковлевич Рицапорта, выходец из Швейцарии, хозяин знаменитого кафе на Невском проспекте 24. В этом доме он и жил. В 1892 году в этом доме находился главный склад швейных машинок фирмы Зингер. В 1905 до 1917 года домом владело Российское общество за страхование капиталов и доходов. После февральской революции часть помещений здесь занимал угрозой. В 1970-х годах дом передан Ленинградской городской телефонной сети, ныне Ростелеку. Ну вот и все, что я нашел по дому Гороховая, дом 14. Пользовался сайтом CityWalls, сведениями из интернетов и ссылкой на книгу Ларисы Бройдман «Гороховая улица». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok